Власти заинтриговали казахстанцев еще два года назад. Курс на снижение цен был объявлен в январе 2017-го. И вот сегодня информация обросла конкретными мерами. Если упростить многочисленные нюансы закона, то по всей стране стоимость лекарств будет одинаковой. Причем контролировать ее, то есть стоимость, возьмется государство. Мы регистрируем цену производителя и к ней уже прибавляется наценка. Цена будет одинаковой на территории Республики Казахстан одного производителя. Но будет различаться на аналоге. И также правилами у нас предусмотрено, что для генериков цена должна быть на 30% ниже, чем цена оригинального препарата. Минздрав разработал четыре уровня регулирования цен. От производителя, а также оптовых и розничных продаж до закупа в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи. Кстати, государственный контроль ранее распространялся только на госзакупке, обходя стороной оптовые, а тем более розничные рынки. При этом в Минздраве настаивают, дешевле не значит хуже. А упомянутая наценка составит от 3 до 68%. Мы очень долго обсуждали с рынком, какой механизм будем применять для наценки именно регулирования розничного сектора. Мы взяли опыт Германии. Он удовлетворил всех участников рынка, и оптовый сектор, и розничный сектор. Моржа будет колебаться в зависимости от стоимости лекарственного средства. Чем дешевле препарат, тем выше будет наценка для того, чтобы нам не потерять дешевые препараты на рынке. А перебоев с поставками лекарств в регионы не будет. Это пообещал глава эскармации. Секрет его уверенности прост. К закупу препаратов на этот раз приступили заранее. На сегодня освоено уже 90% бюджета. Уже сейчас на наших складах находится лекарственное средство на общий объем 14 миллиардов тенге. Это по амбулаторному лекарственному обеспечению. Кроме этого, если в целом смотреть общий объем поставки от поставщиков, на наших складах сейчас находится порядка 23 миллиардов тенге лекарственных средств изделия медицинского назначения, которые мы сейчас отгружаем. Если пациент все же не получил необходимый препарат, следует обратиться в колл-центр по номеру 1439. Дистанционно можно будет пожаловаться и на непомерно дорогие лекарства. Минздрав для этого запустил мобильное приложение. Правда, пока оно работает в тестовом режиме.